Союз родителей пишет на своей официальной странице «В неисполнении обязанностей могут обвинить добросовестных родителей за широкий спектр действий или бездействий. Типичными примерами несчастного случая являются автомобильная катастрофа, падение с высоты, попадание предметов в дыхательные пути. Все мы знаем, что маленькие детки так или иначе тянут мелкие предметы в рот. Падение предметов на голову, поражение электрическим током. Что туда еще можно? Например, предположим, обжегся ребенок. И по логике разработчиков сообщают в Союзе, во всех подобных ситуациях, если возраст пострадавшего от рождения до 18 лет, его родителей надлежит штрафовать. Каждый раз в подобной ситуации родители будут опасаться обращения за помощью к врачам, поскольку врач обязан, сообщают о ней, передавать сведения о семье в полицию. Айман Маратовна, вот все настолько критично. Вы согласны с этим? Жанар Ханам. Айман Маратовна присоединится чуть позже. Жанар Давлетова на связи по скайпу. Она директор общественного фонда Перште. Перште. Жанар, вы на связи? Да, на связи. Слышно? Да, слышно. Вы сейчас прослушали позицию общественников, которые против некоторых поправок. Знаете, я хочу сказать, что на самом деле в Казахстане уже происходят факты изъятия детей. И причем даже не по признакам физического насилия. Мы знаем, что насилие у нас подразумевается физическое, экономическое и психологическое. Так вот, у нас есть факты в Казахстане, когда уже изымают детей. Это пилотные проекты. И вот я прямо зачитаю, чтобы быть неголословной. В декабре 2020 года Туркестанскую область. После ссоры с матерью девочек подросток позвонила на телефон доверия. Ее немедленно изъяли с семьи. То есть без всяких разбирательств. Не было никакого разбирательства. Не было... Просто забрали, да, понимаете, да? Опека была согласна вернуть ребенка только после психологических курсов. Мать месяц не могла вернуть ребенка. И только после широкого общественного резонанса девочку выпустили. Апрель 2022 года Павлодарская область отец с матерью повздорили. Девочек позвонила в полицию. Ее изъяли из семьи, хотя никакой угрозы здоровья и жизни не было. После опека инициировала изъятие второго грудного ребенка с решением матери родительских прав. Огольно, без доказательств. И только общественный резонанс помог вернуть ребенка в родную семью и снять обвинения с матери. Май 2022 года Туркестанскую область после того, как старшая дочь побеседовала с психологом из-за нищеты из многодетной семьи забрали сразу шестерых детей. Увезли в областной центр. Пятерых поместили в ЦАН, а одного в дом малютки. Вместо того, чтобы помочь семье, хотели решить родители прав. Некие НПО, без разрешения родителей, то есть забрали их в ресторан. Охранник ЦАН проявлял к девочкам неоднозначный интерес. Нарушив конфиденциальность, психолог пытался окреплять семью в публичном пространстве. После вмешательства как раз-таки Союза родителей Казахстана семья воссоединилась. Жанарханам, трех случаев достаточно. Жанарханам, мы поняли идею. Трех случаев, я думаю, более чем достаточно. Задокументированных, кстати, где они задокументированы? Все документы есть. Знаете, вот в Союзе родителей Казахстана есть очень сильные юристы. Ирина Игнатенко, Жаслана Магометов. Все это фиксируется, то есть это не голословно, это все не выдумано. Поэтому и родители обеспокоены такими фактами. И учитывая, что сейчас могут, знаете, любой факт выдать за насилие, или, естественно, когда еще легкий вред здоровью тоже кримонизируется, то есть переходит в уголовный кодекс, это, естественно, остораживает. Более того, я вам скажу, что существует так называемый стандарт операционной процедуры, где любой медик может зайти, допустим, на вызов в дом. И вот в этом документе, который называется стандарт операционной процедуры, я, кстати, уточняла этот момент в министерстве, запрос сделала, и там мне подтвердили, да, он как плотный проект уже еще в 2021 году он у нас проходил в Казахстане. И здесь, если посмотреть, что значит насилие, то даже медик, значит, определяет, что если ребенок много семьется, это может быть признаком насилия, если ребенок много плачет, это может быть признаком насилия, если родители отказываются делать вакцинацию, это является признаком насилия, я это все не выдумываю. Вот в этом документе все это прописано, можете сами его найти и прочитать. То есть признаками насилия являются факты, которые никакого отношения к самому, вот как мы понимаем, что такое насилие, вот физическое насилие, к нему не относится. Жанна Арханом, то есть вы солидарны с союзом родителей Казахстана, и вы, насколько я поняла, считаете, что легкий шлепок или еще какой-то инцидент, а родители не могут следить ежеминутно за своим ребенком, может привести к лишению родительских прав? Если коротко, да или нет? В принципе, да, смотрите, ребенок может сегодня получить купан где-то, а как он докажет, да, если, допустим, или, допустим, вот бывает, что дети плачут, да, они же могут плакать? И соседи, допустим, позвонили и сказали, что ребенок часто плачет при этом. По анонимному звонку был такой случай у нас в Уральске, когда приехали и изъяли детей. По анонимному. Просто в соцсетях кто-то написал, что точно так же по анонимному звонку могут приехать и снять ребенка, потому что он плачет. И при этом, если осмотреть ребенка, и на нем будут синяки, а синяк он может получить, упав там на улице, играет и так далее, могут, естественно, решить. Могут ли жить по такому незначительному способу, говорят общественники? Лейла Ханам, совокупность факторов при инциденте. Неужели так легко забрать детей? Предположим, дети у меня за стенкой плачут у соседей, я звоню и тут же приезжают из ювенальной полиции и забирают всех совершенно детей. Разве это так легко? Смотрите, на сегодняшний день действующее законодательство уже предусматривает отобрание детей из семьи при непосредственной угрозе жизни и безопасности ребенка. И вопросы отбирания детей относятся к компетенции органов, осуществляющих функции по опеке и попечительству. Ну, если, допустим, сигнал поступил в полицию, что там вот, как говорят, дети плачут, там либо еще что-то, по каждому факту сигнал, каждый сигнал регистрируется в полиции, который, пусть он будет устный, пусть он будет письменное обращение, он регистрируется. И по нему проводится проверка, естественно, достоверности, скажем, этих фактов, действительно ли присутствует насилие в отношении ребенка. Если нет, то значит нет. Если опрос соседей, там, скажем, или еще какие-то другие будут обстоятельства, доказывающие вину родителей, то, естественно, они будут привлечены к ответственности. И на сегодняшний день я хочу сказать, что, в принципе, в действующем законодательстве у нас есть ответственность административная, уголовная ответственность родителей за неисполнение обязанностей. Если возьмем статью 127 кодекса об административных правонарушениях, она звучит неисполнение обязанностей родителями или законными представителями по воспитанию, содержанию, образованию, защите прав и интересов несовершеннолетних. У нас осталось совсем мало времени. Жанна Арханом, вы сегодня единственный человек из спикеров, который представляет противоположную сторону, поэтому предоставляем вам и последнее слово. У вас минута. Смотрите, я бы хотела сказать, что вы сейчас подаете все так, как будто бы союз родителей, а не за то, чтобы детей избивали. Ни в коем случае нет. Они говорят о том, что вот эти законопроекты имеют опасность, тем более есть факты, эти все факты есть, они все есть в соцсетях, есть документы. Это не голословно, когда детей просто отбирают, даже детей, которых не избивают, даже в отношении которых нет никакого насилия. Понимаете, да? То есть само определение насилия, еще раз я говорю, это обширное и размытое такое понятие. Вот в чем опасность. Нужна конкретика, вы хотите сказать? Говорят о том, что читают лет, что детей пить нельзя, это вообще вопрос не о том. Здесь я хотела давать, когда они говорят, при отбирании детей, то есть ребенка не помещает какие-либо изолированные места, ребенка помещает безопасное место от родителей. То есть родитель сам несет какую-либо опасность ребенку, поэтому его и забирают. Даже если они говорят, в тот случай, в холодильнике было пусто, здесь ребенок не виноват, ребенок должен питаться. Я не говорю пятиразовый, но хотя бы трехразовый он должен питаться. Поэтому то, что у него холодильник был пустой, моего ребенка забрали, я находит по всем инстанциям, это неправильно.